В прошлом году я первый раз поленилась подготовить свою тую к зиме. И весной, когда приехала на дачу, увидела ее в достаточно плачевном состоянии. Снег погнул ветки, а некоторые даже сломал. Туи морозы не страшны, а вот тяжелый мокрый снег может сильно навредить и подпортить ее форму. Конечно, со временем растения восстановятся и даже отрастут новые веточки. Но лучше эту проблему предотвратить. Когда моя тую была совсем мелкой, я всегда делала вот такой каркас с сеткой. Только в прошлом году что-то расслабилось. И вот результат. В конце весны я ее подстригла и залита моя туя оклемалась, обрела новую форму и хорошо подросла. Ствол уже достаточно крепкий. И для того, чтобы защитить дерево от снега или ледяного дождя, можно обойтись без каркаса, а просто зафиксировать ветки. Я сделаю это с помощью обычной малярной сетки. В принципе, можно взять любую другую сетку, например, затеняющую. Важно, чтобы через нее растение хорошо проветривалось. Но ни в коем случае не советую использовать в качестве укрытия для туи спанборд. Я как-то один раз совершила такую глупость и укрыла этим материалом пару своих других туй. А весной обнаружила их очень хорошо подгоревшими. После этого туй восстанавливались в течение двух лет. Кстати, одна из этих туй за моей спиной. Если бы она тогда не сгорела, сейчас была бы раза в два выше. В общем, лучше ничем не укрывать, чем укрывать спанбортом. В идеале, конечно, после каждого снегопада лучше стряхивать снег вручную. Но что делать тем, кто зимой уезжает в квартиры? Когда-нибудь, возможно, уже очень скоро, я дострою свой дом и буду в нем жить. Тогда зимой я буду чистить дорожки и стряхивать снег с моих туй. Ну а пока нужно позаботиться о них, чтобы во время моего отсутствия им ничего не навредило по возможности. Малярная сетка такой ширины у меня осталась после строительных работ. Ну, то есть специально я ничего не отрезала. Хотя такая ширина, плюс-минус, оказалась очень удобной. Замотала я свою тую, как бинтом. Снизу вверх, с нахлестом. А чтобы швы не разошлись от ветра или снега, закрепляю их пластиковыми хомутами в нескольких местах. Вот так. Ну вот и все. Теперь моя тую надежно защищена от снега и ледяного дождя.